Сто годов на корысть осветы Центральная городская библиотека имя Герцена отзначила вековый юбилей. А в том, как заявилась эта установка, как она связана с Александром Герценом и на чем сегодня працует ее коллектив, расскажет Ганна Корольчук. Еще в 90-е годы, 19-го года, гамильчане звертались до Улада с просьбой о будовнести бесплатной читальни. В свои двери городская библиотека расчинила 10-го красавика 1919 года на улице Замковая, 59. Книжный фонд пополнился за кошт библиотеки Товариства Расповсюдживания Осветы Сирот Яуреев, а так само литература научных установ, закрытых после революции. Библиотека была самой буйной в городе и обслуговала все категории населенства. Ее фонд складал 55 тысяч штаммов на шести мовах. В 1925 году установе присвоили имя Александра Герцена, якого библиотекары могут лечить своим коллегам. Находясь в ссылке в Вятке в конце 30-х годов, он ходатайствовал тоже об открытии Вятки публичной библиотеки. Он был ее и первым читателем, и первым библиотекарем. Так что вот такой интересный факт из истории библиотеки. Во время войны фонд библиотеки был полностью практически утерян. Была часть вывезена в Казань, вернулась очень немного и восстанавливала библиотеку Надежда Емельяновна Чумборова. Книги восстанавливались по крупицам. После войны городская библиотека не имела особного будинка и часто переезжала. И вось в 2009 году заняла локацию на улице Советской. Сегодня у библиотечной сети Гомеля зарегистрировано около 86 тысяч выданий. Колкость наведовольников больше 500 тысяч человек за год. Читацкий билет что год уручает больше 14 тысячам гомельчан. Миновата тут комплектуют книжные фонды у всех городских библиотек. Створяют электронные ресурсы, базы даденных и каталоги. Ее супрацовники организуют усе библиотечное обслуговывание Гомеля и реализуют осветницкие проекты. Работа любого учреждения – это прежде всего его сотрудники. А здесь работают неравнодушные, увлеченные и творческие люди. Я искренне благодарна сотрудникам Центральной библиотеки за их желание сделать максимально интересным досуг горожан в стенах нашего учреждения. Начиная от обслуживания, предоставления информации до организации досуга, организации выставочного пространства библиотеки. И создание каких-то интересных ярких проектов и привлечения ярких личностей в стены библиотеки. У Гонор-юбилей библиотека организовала шерох мероприемств для своих гостей Сяброу. Повиншевать Герценку со стаходем пришли письменники, выдавцы, мостаки, юные читачи, фотографы. Творчие особы презентовали свои издымки на вернисаже фотоконкурсу «У кадры Герценка». У День народжения переможцы отремали у знагороды. Здесь всегда очень такая теплая атмосфера. Всегда рады принять всех молодых художников, молодых фотографов. Такое же случилось со мной когда-то, когда мне предложили открыть свою первую персональную выставку. Это состояло здесь, поэтому этому месту я очень благодарна. И, наверное, каждый фотограф свой первый проект запомнит надолго. Поэтому Герценка оставила меня в душе вслед на всю жизнь. В библиотеку Герцена я с удовольствием хожу уже на протяжении не одного десятка лет. И по мере возможности освещаю мероприятия, которые здесь проходят. И библиотека, наверное, на сегодняшний день остается тем столбом, на котором опираются и образование, и культура, и наука. Может быть, библиотека станет сложнее. Помимо книг здесь появятся мощные сервера, на которых можно будет уже найти больше книг. До речи, сейчас в Видовецком доме «Гомельская правда» рыхтуется книга «Портрет на фоне эпохи», промеркованная до юбилея Центральной городской библиотеки имя Герцена. Ганна Коральчук, Игорь Марышенко, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова